Всем привет! В эфире нашего телеканала программа «Колейдоскоп». И сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых интересных событиях, произошедших в нашем городе за минувшую неделю. Ну что ж, я думаю, начать стоит с самого яркого события уходящей недели. Впервые в наш город приехала Чумпан Хаматова. Привезла нас с собой не спектакль и не концерт. Нечто среднее. А что именно, узнаем из следующего сюжета. Яростное желание поделиться возможностью побега из выхолощенной бесчувственной реальности. Так определила цель своего выступления народная артистка России, лауреат Государственной премии Чумпан Хаматова. Программа «Час, когда в душу идешь, как в руки» включила в себя произведения Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной в музыкальном сопровождении. Фортепиано и саксофон дополняли и усиливали восприятие звучащих со сцены произведений. Выступление проходило в Рязанской филармонии на протяжении почти двух часов, по истечении которых зал буквально взорвался аплодисментами. Чувства переполняют, нет слов. Очень все замечательно и прекрасно. Чумпан Хаматова, как всегда, неподражаема. Я знала об этой женщине, но никогда, наверное, бы не попала к ней на концерт. Так посчастливилась, что мне бывали билеты. Это, наверное, будет частичка, которая останется в моем сердце. И впечатления очень сильные. Нам, ну, мне лично очень понравилось. Да, нам очень понравилось. Да, мы вообще в шоке. Вот только что говорили, то, что рязанский зритель столько времени стоит, хлопает и не уходит. То есть такого, да? Да. Мы ни разу не видели, чтобы люди не расходились вообще. Да, и впечатление очень сильное. В общем, она очень, конечно, сильная актриса. И как она держала зал, вот какая была тишина. И, ну, мне очень понравилось. Я даже еще не могу как бы высказать, наверное, словами, но мне очень понравилось. Большая дерзость считать со сцены эту прозу и стихи, но радость, которую они дарят, перевешивает любой страх, говорит Чулпан Хаматова. Этот спектакль побывал уже во многих городах России и далеко за ее пределами – Лондоне, Риге, Таллине. Отрадно, что и Рязань оказалась в этом списке. Вообще, участие заезжих звезд совсем не обязательно для того, чтобы событие получилось красочным и запоминающимся. Конечно, ведь и в нашем городе хватает талантливых личностей. В Москве передаются стучи образы, эпоха Барбара, красота красавицы, одиночество ведьмы, трюк русалки, публика, монолизы, каприсы и церкви. В Рязани завершился юбилейный пятый областной фестиваль «Окские сезоны 2013». Традиционно самым ярким событием фестиваля стал финал конкурса дизайнеров в рамках международного форума моделей, талантов и дизайнеров Fashion House International. Это мероприятие стало местом встречи самых творческих людей города и области. Мы первый раз участвуем в этом конкурсе. Для нас нам хотелось бы окунуться в такой своеобразный бомонд швейный или какой-то такой специфический, даже не швейный, а там модель. Интересно так, мы вообще молодежный театр моды, и мы немножко другое у нас направление. У нас дети сами обучают, сами шьют, создают и сами модели. А тут немножко по-взрослому, и вот хотелось вот именно по-взрослому понять, что это такое. Конкурсная программа проходила по семи номинациям. Дизайнеров оценивало профессиональное жюри. Зрители могли оценить достижения дизайнеров в ходе дефиле – яркого и запоминающегося шоу. Зрители могли оценить достижения дизайнеров в ходе дефиле – яркого и запоминающегося шоу. Почему интересуют всегда вот такие странные сказки те же, да? Почему-то интересуют, вот хочется чего-то такого, как солнце, к чему-то, к чему не дотянуться. Вот это хотелось что-то показать, вот воплотить, вот это же интересно. На самом деле всегда есть, но поседине надежным уносим, забываем о ней, а эти костюмы не забудешь, когда ты их создаешь, когда ты их видишь на подиуме. Вот этим самым и интересно было, именно сценический образ. В этом году в конкурсных коллекциях преобладали яркие краски. Многие дизайнеры активно использовали кружево, акцентировали внимание на оригинальных деталях и аксессуарах. Особенной любовью пользовались этнические мотивы. Некоторые коллекции целиком стали отражением традиций народной культуры. 13 лет существуем, выходим на большой международный уровень, у Вячеслава Михайловича выступаем. И приоритетное направление, конечно, деятельности – это народные традиции, мотивы в повседневном костюме. То есть в нашем показе есть как сценический костюм, то есть тот, который как образец, но есть абсолютно носибельная одежда, но с использованием этнических мотивов. И роспись по ткани, то есть то, что можно носить каждый день, но будет это выглядеть очень нарядно и традиционно, и ближайно, и народные традиции. Коллекцию, которую мы представляем, называется «Полеты во сне и наяву». Это легенды славянских эпосов, взятая оттуда птица, естественно, вы знаете все, царевна-лебедь, птица-гамаюн, жар-птица, птица-феникс, есть птица у нас алконост, птица-радости. Такая-то уж будет, вот они все у нас представлены будут в нашей коллекции. Мы их сегодня будем показывать. В итоге этого фееричного вечера жюри выбрало лучших в номинациях сценический костюм, фолк, школьный костюм, кэжуал, аксессуары, нью-стайл и ход-кутюр. При этом главным критерием оценки стали художественная выразительность, яркая индивидуальность образа, новизна цветовых сочетаний и пластических решений костюма, а также знание тенденций международной моды. В любом случае, окские сезоны стали очередным доказательством. Люди сами могут сделать жизнь прекрасной и интересной. Дима за окном в самом разгаре, скоро новогодние праздники, а вот настроение совсем не новогоднее. Душе хочется тепла, и так здорово было бы оказаться где-нибудь на берегу океана, полюбоваться волнами, пособирать ракушки. Если такой возможности прямо сейчас нет, то прикоснуться к загадочному подводному морскому миру можно на выставке из частной коллекции Андрея Гаврилова. Оказываясь на берегу моря, многие из нас первым делом стремятся найти его удивительной красоты дарын – ракушки, чтобы впоследствии они напоминали о незабываемой поездке и украшали наш дом. А вот для Андрея Гаврилова, создателя Шиловского кровеческого музея, ракушки – особая страсть. И хотя он ни разу не был на море, его коллекция самых разнообразных раковин насчитывает несколько сотен экземпляров. Большую их часть сегодня можно увидеть на выставке «Морские сказы» в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. Когда говорят, что я коллекционирую раковину, это все-таки в большей мере не точно. Почему? Потому что в моем понятии коллекционер – коллекционер – это тот, кто досконально все знает, кто систематику, кто собирает, значит, по видам все. У меня это происходит спонтанно. То есть вот захотелось мне эту раковину, привлекла она меня. Значит, все. Еще в детстве Андрей Николаевич определился с кругом своих интересов – археология и этнография. А посещение Рязанского областного кровеческого музея в далеком 60-м году произвело на него настолько сильное впечатление, что он решил создать свою собственную экспозицию. Соседи стали приносить разные вещи. На день рождения, в отличие от всех, мне подарили, значит, морскую ракушку, так, гвоздь кованый и немецкую монету. Это пять, значит, марок 1905 года. Вот с пожеланием, чтобы это был музей. Именно эта коллекция и легла в основу Шиловского краеведческого музея. Ну а страсть к ракушкам выделилась в отдельное увлечение. Долгое время в моей коллекции были только, так сказать, местные раковины, местные растения. А потом, это в 63-м году, так мороженую рыбу привезли в магазин, в железнодорожный магазин. И вот мама купила, принесла. И стали когда разбивать, то оказалось, что там, внутри, значит, раковина мидия. Вот. Она была целая, конечно, пришлось внутренне здесь выгребить для того, чтобы она была такая. Вот, собственно, наверное, с этого началась ракушечная коллекция. Сегодня в этой коллекции есть множество удивительных экземпляров. Это и раковины моллюсков каури, которые когда-то использовались в качестве денег, и раковины, напоминающие своей формой древнеримский шлем, и даже такие редкие экземпляры, как нуитилус и аргонавт. Аргонавты, головоногие моллюски, у них раковиной обладает только самка. И она плывет по океану, по Тихому океану. Раковина очень тонкая. Они многими сотнями гибнут, значит, во время штурмов, так волны их разбивают. Но она ищет свою любовь. И когда она ходит, то откладывает икринки, яички и гибнет. То есть она дает, она проходит всю жизнь. Это вот единственный раз, когда она, значит, исполняет свою мечту, предназначение, и в результате дает жизнь новым аргонавтикам. Эта особенность аргонавтов заставляет усомниться в том, что моллюски не обладают интеллектом. Впрочем, это не единичный факт. Не менее интересными способностями обладают и моллюски ксенофориды. Он интересен тем, что у него, хоть мы и говорим вот опять о безмозгности и так далее, он обладает очень четким чувством. Чувством своего рода прекрасного. Почему? Потому что вот эти вот, у него раковины, камешки. Он ползает по дну, выбирает камешек или ракушку, которая ему понравится. Причем он может отбирать их туда-сюда. Затем он прикрепляет ее к раковине, слюной, ждет 10 часов неподвижно, пока она затвердеет. После того, как затвердела, 10 часов прошло, он подымается, начинает перекатываться с места на место. В результате, если она отваливается, он опять ее очищает, так опять прикрепляет. Вот такое настоящее морское царство посреди заснеженного зимнего города. Выставка продлится до 3 февраля, так что почувствовать дыхание далеких морей и океанов успеет каждый. Ну а сейчас новости от Телесейн. Теперь, покупая любимый журнал, вы можете приобрести целую серию книг с полезными советами. Чего хочет женщина? Быть красивой, любимой, иметь идеальную фигуру и, конечно же, удивлять всех и вся. Новая книжная коллекция «Жизнь прекрасна» изданная популярным журналом «Телесейн» готова ответить на все женские вопросы и поделиться сокровенными секретами, указать верный путь к достижению всего желаемого. Можно сказать, что это большая женская энциклопедия, полная полезных советов, комментариев специалистов и инструкций. Книги из этой коллекции уже поступили в продажу. Из первого тома «Еши худей» читательница узнает об основах гармоничного питания, а также о программе очищения организма. Второй том «Богиня спальни» рассказывает все об отношениях с мужчиной. Ну а третий – макияж для тех, кто не готов доверить свою красоту чужим рукам. Здесь можно найти множество советов, которые помогут создать вам очаровательный образ. Четвертый выпуск серии расскажет, как сделать подарки своими руками, что особенно пригодится накануне новогодних праздников. Многие темы могут показаться нашим читателям знакомыми, потому что они уже были раскрыты на страницах нашего журнала. Но сейчас мы предлагаем вам собрать книжную коллекцию «Жизнь прекрасна» от журнала «Телесим». Выпуски оценят и бизнесвумен, и домохозяйки. В каждом томе – мастер-классы ведущих российских и зарубежных мастеров. От плетения модных коз, декупажа и лифтинг-гимнастики до рекомендаций по сервировке стола и создания украшений из полимерной глины. Книги из этой коллекции можно приобрести за 149 рублей в киосках прессы, крупных магазинах города и почтовых отделениях. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых, уже совсем новогодних событий. До встречи! Подчеркнуть красоту, сохранить молодость помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46 49 30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова